Новости недели, первая новость, Европейский Союз ЕС, не признает президентские и парламентские выборы, проводимые в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в заявлении Внешнеполитической службы Европейского Союза. Отмечается, что в связи с президентскими и парламентскими выборами 31 марта 2020 года в Нагорном Карабахе, Европейский Союз вновь напоминает о том, что он не признает юридическую базу и конституцию, на основе которых проводятся данные выборы. Отмечается, что данное событие не может повлиять на определение будущего статуса Нагорного Карабаха или продолжающийся переговорный процесс. ЕС решительно поддерживает усилия Минской группы ОБСЕ и в частности сопредседателей по достижению прогресса вне статуса КВО, проведению конструктивных переговоров по достижению всестороннего и стабильного мира. ЕС готов и в дальнейшем поддерживать усилия, направленные на скорейшее мирное урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта. В заявлении секретариата ГУАМ, Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова, в связи с выборами в оккупированном Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана говорится о том, что Нагорно-Карабахский регион принадлежит Азербайджану. Организация осуждает проведение выборов на оккупированных территориях. Нагорно-Карабахский регион принадлежит Азербайджану. Организация демократии экономического развития ГУАМ осуждает проведение Армении 31 марта 2020 года выборов на оккупированных территориях Азербайджана. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ также выступили с заявлением в связи с президентскими и парламентскими выборами в Карабахе. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ Игорь Попов, РФ, Стефан Висконти, Франция, и Эндрю Шофер, США, приняли к сведению так называемые всеобщие выборы в Нагорном Карабахе, которые состоялись 31 марта. В контексте всеобъемлющего урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта сопредседатели признают роль населения Нагорного Карабаха в определении его будущего в соответствии с принципами и элементами, изложенными в заявлении сопредседателей от 9 марта 2019 года. Вместе с тем сопредседатели отмечают, что ни одна из стран-сопредседателей или любая другая страна не признает Нагорный Карабах как независимое и суверенное государство. Соответственно, сопредседатели не принимают результаты этих выборов как влияющие на правовой статус Нагорного Карабаха и подчеркивают, что результаты никоим образом не предопределяют окончательный статус Нагорного Карабаха или результат продолжающихся переговоров по прочной и мирной урегулировании Нагорно-Карабахского конфликта, отмечается в заявлении. Вторая новость, Ассоциация банков Азербайджана АБА, распространила заявление, в котором отмечено, что, согласно решению президиума АБА, истекший срок действия всех видов платежных карт продлевается как минимум на один месяц с учетом возможностей внутренней структуры банка и требований безопасности. Продление срока действия будет проводиться в одностороннем порядке, то есть банкам, гражданам не нужно приезжать в банк для этого. АБА руководствуется объявлением руководством страны приоритетной задачи по охране здоровья населения в Азербайджане, а также постоянно обновляемыми решениями оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджанской республики в связи с быстрым распространением коронавирусной инфекции COVID-19 среди стран мира и в соответствии с необходимостью минимизации физического контакта между гражданами. Третья новость, в Азербайджане в связи с пандемией временно не облагаются НДС продукты питания и медицинские товары. Это отмечается в разработанной в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева о ряде мер по снижению негативного влияния пандемии коронавируса, COVID-19 и вызванных ее резких колебаний, происходящих на мировых энергетических рынках и рынках акций, на экономику Азербайджанской республики, макроэкономическую стабильность, вопросы занятости в стране и субъектов предпринимательства. Согласно программе, в целях более гибкого регулирования удовлетворения продовольственных и медицинских потребностей, импорт и реализация некоторых продуктов, и более гибкой потребности населения в продовольствии, медицине и другой необходимой продукции, на короткий срок предусматривается освобождение от НДС сырья и материалов, связанных с производством данной продукции. Четвертая новость недели, министр экономики Микаил Джабаров рассказал о том, каким отраслям государство поможет и выделит финансовую помощь в связи с ситуацией пандемии. Джабаров на азербайджанском телевидении, AZTV, рассказал о подготовке девяти программ. Для начала был определен план по выявлению пострадавших участков. Он охватывает четыре крупных сектора и двадцать сфер деятельности. Были намечены наиболее пострадавшие, значительно пострадавшие, минимально пострадавшие и не пострадавшие отрасли экономики. Программа включает в себя триста четыре тысячи наемных работников и сорок четыре тысячи субъектов предпринимательства. Логика программы — оказание государством финансовой помощи для предоставления значительной части заработной платы работникам этих субъектов с учетом реальной зарплаты работника или среднемесячной заработной платы по республике. Джабаров выделил также наиболее пострадавшие секторы экономики, общественное питание, услуги, туризм и другие секторы. Пятая новость — ВМС Азербайджана провели тактические учения. Согласно утвержденному министрам обороны Азербайджана плану, в азербайджанском секторе Каспийского моря проведено тактическое учение с участием кораблей и катеров военно-морских сил. В пресс-службе Министерства обороны страны основными целями проведения учения стали обеспечение сохранения оптимального оперативного режима и организация охраны районов добычи нефти и газа, а также территорий, через которые проходят подводные трубопроводы. По завершении учений были рассмотрены и проанализированы общие действия экипажей кораблей и катеров. Шестая хорошая новость — Государственный экзаменационный центр, учитывая введенный в стране особый карантинный режим в целях поддержки абитуриентам и выпускникам школ, принял решение о бесплатном проведении до июля 2020 года онлайн-выпускных для учащихся 9 и 11 классов и вступительных экзаменов, для азербайджанского и русского секторов, размещенных на портале АТК. Эйзи, список онлайн-испытательных экзаменов представлен на портале АТК. Эйзи, желающие принять участь на онлайн-испытательном экзамене могут зарегистрироваться на портале АТК. Эйзи и в любое время проверить свои знания. С правилами регистрации и участия на экзаменах можно ознакомиться в разделе инструкции портала АТК. Эйзи, седьмая новость. Ситуация в Азербайджане, по сравнению с Европой, остается под контролем, в том числе и эпидемиологическая. Об этом сказал военно-политический аналитик, профессор Академии военных наук России Александр Тиханский. Профессор считает, что карантин не является панацеей, особенно в силу той же глобализации, но она дает время на мобилизацию национальной системы здравоохранения, на создание ее материально-технической базы и обеспечение ресурсами, в силу различных систем и организации национального здравоохранения и отсутствие координации антивирусных мероприятий членов ЕС, партнеров по НАТО и так далее мы наблюдаем и разницу в их эпидемиологической обстановке. Поэтому карантин сегодня, тот фактор, который позволяет сохранять определенную стабильность для подготовки дальнейших шагов по борьбе с коронавирусом. Вот как раз из-за того, что в России и в Азербайджане сохранились основы советской санитарно-эпидемиологической службы, ситуация в наших странах, по сравнению с Европой, остается под контролем, в том числе и эпидемиологическая. Политолог думает, что на сегодняшний день мир не изменился, однако резко меняется так называемый ландшафт формирования международных отношений и соответственно, перед обществом встает вопрос, какими мы выйдем из этой пандемии. Что и как изменится. То есть, сегодня пока начинают развиваться только варианты изменения политического и экономического миров, их гуманитарной составляющей. Понятно, что такими, какими мы были до пандемии коронавируса, после нее уже не будем. Чего будет больше, позитивного или негативного, может повыситься уровень гуманитарности нашего бытия или все же будет избран путь национальной изоляции. Именно эти вопросы сегодня волнуют политические элиты, экспертов и общество. И напоследок прогноз погоды, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Азербайджане. Национальный департамент гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов предупредил об изменении погодных условий на территории Азербайджана. Как передает Окса. Эйзи с 6 по 9 апреля в Баку и на Абширонском полуострове прогнозируются нестабильные погодные условия и постепенное понижение температуры воздуха. 6-7 апреля скорость северо-западного ветра может достичь 15-20 метров в секунду, местами 28-33 метра в секунду, 7-8 апреля ожидаются дожди, местами интенсивные. В районах Азербайджана с 6 по 9 апреля также прогнозируется нестабильная погода, дожди, в горах снег, местами осадки могут принять интенсивный характер. 6-7 апреля скорость западного ветра может достичь 15-20 метров в секунду, в отдельных местах 28-33 метра в секунду, в реках возможно повышение уровня воды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok